Шалом! Шаббат шалом! Здесь слушаю Сарид Хадад и Яль Галан, поют Шма Исраэль. Конечно, это одно из таких действительно великих исполнений. Доброе утро всем! Субботнее это утро. Шаббат шалом! Шаббат шалом! Сегодня ночью вот такое чудо произошло. Хочу поделиться этим. Хочу этим поделиться. Но сегодня еще буду, наверное, постараюсь, постараюсь таки сегодня поделиться на служении шаббатним в общине. Вот, киевской, еврейской, мессианской общине. На театральной буду проповедовать там. Вот. И более подробнее, полнее, я, наверное... Ну, больше времени будет у меня возможности. Постараюсь поделиться этим у нас на служении. В воскресенье завтра, вот, утром этим. Таким же утром я поеду уже на собрание, на служение. И у нас в 9 утра уже начало служения. С 9 до 12 часов наше арендное время. Это Кловская, станция метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6. Утос. Вот там как раз у нас и проходит служение. Вот. И, да, три слова. Сегодня я даже написал вот уже... Так, час назад написал в Фейсбуке, на своей странице, что сегодня ночью Бог дал три слова. Хочу ими поделиться с вами, друзья. Я до сих пор под впечатлением. Ну, вот, час назад я был еще под таким сильным впечатлением. Но и сейчас, спустя этот час, я, знаете ли, Савид Хадар слушал, и Ильга Лавна. И, знаете, вот, тоже под таким огромным впечатлением того, что это ночью произошло в моей жизни. Вот. И вот я написал дальше на страничке своей, что сегодня я проповедую в Кемо, на шабате и на театральной, а завтра у себя в Церкви Накловской. Хочу поделиться этим. И потом подытожил. Шалом всем святым. Радоваться. А вот эти три слова, я не знаю, я даже не могу прочесть их. Господь, помоги. Без Тебя ничего не могу сделать. То есть я их могу прочесть, но просто прочесть. Я прошу Бога сейчас всемогущего, Невестного Отца, Иегова, Ира, Господь, Который осмотрел все, чтобы Он благоставил эти три слова. Они очень простые. И в том-то и дело, что здесь... Но они перевернули мою душу. И все вроде как знакомо, все вроде как действительно уже... И проповедовал не раз на эти темы. Но как оно сегодня ночью открылось, дело было уже за полночь, и вот это просто меня поразило. Поразило, пронзило любовью этой... Первое слово, оно такое было очень простое тоже. Я люблю Тебя. Твой Небесный Папочка. Потом, чуть позже, Я люблю Тебя всегда. Вот это всегда, ну просто, тоже настолько впечатлило. Я люблю Тебя всегда. Твой Небесный Папочка. Как бы подпись такая. Твой Небесный Папочка. Я даже СМС-ку отправил, не выдержал, прям ночью, вот и своей жене, и зятю, за которую молюсь, моего зятя, возлюбленного, благоставляю. Вот. Я верю, что Господь силен восстановить своей любовью. Больше ничем. Действительно, ничто больше нас не восстанавливает, как Божья любовь именно. Не осуждение, не осуждение, а именно прощение. Потому что, вот тоже, когда слушал Савет Хадат, знаете, вот прям настолько вот, что любовь, она поет так, что вот действительно видно, что и слышно это ушами и сердцем, вот, что она любит Израиль и готова жизнь свою отдать. И отдает жизнь свою, пением этим. Делится своей жизнью. Ильгалан, его сердце открыто для Бога, для Израиля. И они вместе пели, поют. Действительно, действительно, как бы, открывая свое сердце. И вот, знаете, вот, интересная такая вот мысль тоже пришла мне, что любовь, вот, это слово порой, оно очень такое, затасканное, такое, очень такое, как бы, знаете ли, отчастого употребления. Многие слова, на самом деле, они, как Маяковский писал, ветшают, как платье. Действительно, и я хочу сиять, заставить заново. Величественное слово любовь. И любовь это то, когда ты ценишь другого, жизнь его, честь его, его самого, его личность, больше, чем себя. И, действительно, жизнь свою готов отдать. Без всякого колебания, без всякого размышления даже. Потому что ты, для тебя эта жизнь, она более ценна, чем все вообще. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но именно жизнь вечную. Иисус сказал, что никто не может отнять жизнь, забрать ее у меня. Я сам отдаю свою жизнь за жизнь мира. Я люблю тебя всегда, твой небесный папочка. А второе слово, оно очень, тоже простое, оно тоже перевернуло мою душу этой ночью. Я искупил тебя. И подпись такая вот. Твой брат, Иисус Христос. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Иисус. Спасибо. Спасибо, Иисус. Я более подробно расскажу, уже буду в состоянии рассказать более детально это откровение. Иисус Христос. Иисус Христос. Наш брат отдал свою жизнь за нас. Искупил. Я искупил тебя. Я искупил тебя, твой брат Иисус Христос. Дорогой брат, дорогая сестра. Я искупил тебя, твой брат Иисус Христос. А третье слово. Я всегда с тобой. И подпись. Божий Дух Святой. Я всегда с тобой. Божий Дух Святой. Я всегда с тобой. Вот эти три слова, которые изменили мой мир сегодняшней ночью. Вчера в этот рож ходыш новомесячие месяца Хешван этот шаббат, который я так вот назвал для себя воспоминаниям о будущем. Потому что этот шаббат он собой как бы закрывает месяц Тешвей. Месяц Тешвей он как раз вчера завершился. 30 число было вчера. Это пятница приготовления к шаббату. И очень трогательно, очень волнительно. Дух Святой настолько я даже так обычно не говорю, но скажу, что вот мы вместе с ним готовили борщ вчера и все это приготовление и вместе с ним зажигали свечи шаббата. сегодня такие свечи зажег. Те уже догорели уже. И вместе с ним пели, вместе с ним ели, пили, вместе с ним ложили спать. но во сне он настолько чутко проговорил, настолько чётко, что я фактически даже не спал, только уснул, тут же просыпаюсь в таком воодушевлении, таком возбуждении, таком духовном. эти три слова. Я люблю тебя всегда, твой небесный папочка. Я искупил тебя, твой брат Иисус Христос. Я всегда с тобой, Божий Дух Святой. Спасибо, Господь, спасибо. Это великая честь, великое счастье. Спасибо, Господи, спасибо. Спасибо. Я благодарен Богу всемогущему. постараюсь везде опубликовать это, но самое главное, конечно, это то, что это действительно чудо Божье, когда Он говорит нашу судьбу. Он по-всякому говорит, очень по-разному. Я даже не собираюсь сейчас полную эту тему раскрывать, она очень огромна, но иногда это бывает вот так вот во сне. в православной традиции еще называется тонкий сон. Когда ты спишь, вроде как и не спишь. Ты спишь, но сердце твое просто горит вот этим огнем, любовью. Ты как будто бы бодрствуешь, но ты спишь. Интересно, в моем детстве, юности, это было часто в момент обращения. Я об этом рассказывал, много раз свидетельствовал. Расскажу еще чуть-чуть. Слава Богу за вас, братья и сестры. Здесь у меня тысяч друзей. в социальных сетях. Слава Богу, что есть достаточно много, на самом деле много очень искренних душ, таких любящих Бога Всемогущего, любящих, окружающих. Благодарен Богу за всех, за вся И когда я впервые познакомился с Господом, пережил с Ним встречу, как так можно назвать, переживаем встречи мы по-разному, я умер тогда физически, я умер от пневмонии, двустороннего воспаления легких воспаления легких. Вот, и мне было 12 лет всего отруга, 13 не было еще даже. Вот, и я пережил смерть, пережил с ней встречу, вот, незабываемую встречу, очень благодарен Богу за все. Спасибо Господь. Большинство из нас переживает с ней встречу без такого, конечно, экстрима, и слава Богу за это. Но я пережил вот так вот, в таком, в такой экстремальной ситуации. Я знаю, что такое выходить из тела не понаслышке, хотя тогда я даже не слышал об этом. вырос в атеистической семье, атеистической среде, и даже у меня не было такого, даже, такого, какого-то голливудского, там, какого-то, не знаю, голливудского, голливудского представления о загробной жизни вообще, о том, что есть жизнь какая-то еще за пределами этой жизни земной. Но пережил с ней встречу, и он хороший, он очень хороший. Я даже, когда об этом рассказывал, часто в собраниях некоторых, я говорил, что, знаете, ничего не мог плохого о нем сказать. Он очень хороший, он очень добрый, мне очень нравится, как американцы поют «God is good all the time», «Бог благой» всегда. На Майдане на Завешности слышал как раз пение это, очень красивое, там, барабаны, молодежь вышла с гитарами, там, с барабанами пели «Бог благой» «По всякчас в моем сердце» «Бог благой» «По всякчас бог благой» «Бог благой» «По всякчас» «По всякчас» «Да, и нет, я не буду даже все это рассказывать, это кто и кому интересно, потом это все посмотрите, на ютубе есть уже мои видео с этим, но скажу одно, что он очень любит нас и действительно он без всякого колебания отдал свою жизнь за нас, свою кровушку пролил за нас, искупил нас и он с нами всегда. Я благодарен Богу Всемогущему за все и благоставляю вас, возлюбленные именем Господнем в этот шаббат, шаббат перемен, шаббат воспоминания о будущем. Если сегодня вы в Киеве, то приходите на шаббат в Кимо, это в 16.00 начало, по-моему, и здесь будет в 16.00 начало, по-моему, так, перенесли немного время. Вот, и там на театральный тоже в 16.00. Вот, а в воскресенье с утра приходите, кто в Киеве будет, пожалуйста, не поленитесь, пораньше встаньте. Как говорится, кто рано встает, Бог, ну, он всем дает, конечно, кто рано встает как-то особенный. И приходите к 9.00 утра на молитву, даже если опоздаете, ничего страшного. Если вы поздно встаете, даже под занавес придете, не пожалеете. у нас с 9.00 до 12.00 часов служения. Вот, и мы, и отец Алексей, сказать, вчера звонил, я с ним созванивался, и он он вначале сообщил такую не очень хорошую новость, а потом хорошую. Не такая нехорошая была новость в том, что, знаете, я как раз на рынке здесь был на Ресовой, вот, и там скуплялся, все начало, к шабату готовился, и вдруг он звонит, так говорит, извиняй, извиняется, и звонит, что вот так и так, вот, к сожалению, по работе вот вынужден унытили, противатый, значит, он действительно как бы, ну, там обычно в воскресенье обычно на работе ему дают выходной, и вот он имеет возможность значит, быть в собрании, но вот вдруг там так получилось, что нужно начальник прям убеждал остаться в воскресенье, потому что вот просто некого поставить на смену, вот, и он вот извинялся, ну, мне извинялся, и говорит, что извините, если можно, вот, я вот буду на работе, а вы уже возьмете служение полностью для себя, ну, может, кто-то из наших священников придет, я не знаю, но, в общем-то, я говорю, хорошо, конечно, хотелось бы вас видеть в собрании, но вот, как по-датарски, иншаллах, то есть, если Богу будет угодно, будем живы-здоровы, то, и, и потом хорошая новость, потом хорошее сообщение от него, а уже, уже здесь был, что, слава Богу, такой радостный, такой голос Алексея Ивановича, что будет в собрании, там, слава Богу, там человек нашелся на смену, поэтому приходите в воскресенье, и отец Алексей тоже будет наш благочинный, возлюбленный брат нашего Христа, Сергей Алексей Иванович, и я, вот, Сергей Жуалев, мы будем вместе проводить это собрание, пусть Бог благословит вас, и благословляю вас, мне очень нравится кипа такая, мне подарили в синагоге, в одной из синагог такого прогрессивного иудаизма, я в разных бывах общинах, собраниях, вот, и вот, здесь она такая сианистская, с такими флагами Израиля, этим она мне очень нравится, и хочу благословить вас словами благословения священников и вас, и всех, 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 да, кто не сможет быть сегодня, завтра, то тогда уже в записи посмотрите побольше чуть, правда, в большом зале, если на клоске, то там очень звук плохо ловится, камера у нас без микрофона, к сожалению, такая, кстати, нужна камера будет, молитесь тоже об этом, нужна камера полупрофессиональная или профессиональная, но, чтобы она была с, ну, короче, с микрофоном, микрофон вставлялся, потому что звук, когда близко, она хорошо ловит, очень хорошо, и когда тихо, и кто-то говорит, то очень хорошо ловит, но, когда на расстоянии, и когда то очень плохо, и нужно для такой съемки в темном помещении, чтобы была хорошая съемка, вот, 30SD, там и прочее, ну, так уже профессиональная или полупрофессиональная камера, ладно, это уже такие путевые заметки, вот, и благоставляю вас, благословением священников, кстати, тоже Израиль благоставляю, всех евреев, наипаче мессианских, своих по вере, всех боящихся Бога со разных народов, со всех народов нашей истрадавшейся планеты, пусть Господь Бог благословит всех во имя Господа Иисуса Христа Бешэм Иешуа Анашиах Иешуа Машихейдин Я вот так, в таком волнении, хотя уже утро, но я до сих пор в таком волнении, что даже Бог помоги мне успеть это благословение, я просто не могу сейчас, сам не могу. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицом Своим на Тебя и даст Тебе мир. Ебрехе Хадонай Бешэм Иешуа во имя Иисуса Амен Пусть Бог Авраама Исаака Якова Отец наш Небесный Игова Яхва Илогим любящий чудесный сверхъестественный своей любовью благословивший нас искупивший нас кровью своей отдавший себя свою душу за нас свою кровь святую проливший за нас благословивший нас общением Святого Духа который всегда пребывает с нами спасибо спасибо Господь и подзавим подзавим уже как отпуст у нас в православной традиции это называется отпустом то есть чем отпускают снова прочту эти три слова которые потрясли мой мир сегодня ночью в новомесячье в Рашходаш Кашман Я люблю тебя всегда Твой Небесный Папочка Я искупил тебя Твой брат Иисус Христос Я всегда с тобой Божий Дух Святой Спасибо Спасибо Господь Спасибо Шаббат Шаббат Шалом Шаббат 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 Реформаторской православной Церкви Христа Спасителя. Божией милостью и благостью архиепискому Сергею Журавлеву. И по скриптуму, вот здесь, на этой квартире, благодарю Бога Всемогущего за тех, кто в молитве и финансово поддерживает мое служение Господу. И эта квартира арендована почти на год сейчас, на улице Киота. Здесь буду проводить занятия, собрания некоторые, поэтому тоже приглашаю. Ну, чуть позже выставлю информацию и благоставляю всех вас. Есть интернет из хорошей скоростной, поэтому имею возможность даже делать трансляции. Слава Богу! Баруха шеем! Благословенное имя Всевышнего Бога! Шаббат шалом! Шаббат шалом! Шаббат шаббат шалом! Шаббат шалом! Шаббат шалом!